Привет, друзья из СФУ! Прошлое видео я не закончила, не завершила и не сказала вам до свидания. И тем не менее, я решила быстренько снять для вас второе видео, продолжение нашего цикла «Как выжить в СФУ». И еще шесть рекомендаций даю сегодня. Поэтому, в принципе, я думаю, что вы простите меня, что не прощалась в прошлом видео, так как очень-очень быстро сняла следующее. Итак, следующие шесть рекомендаций, как студенту легче и проще обустроиться в университете. Я вам хочу сказать, что первая моя на сегодня рекомендация будет «Готовьтесь по нескольким источникам». Я бы очень хотела, чтобы вы действительно брали не только первую ссылку в интернете, которую найдете по какому-либо вопросу вам заданному, брали несколько источников информации, сверяли, сводили воедино и делали ссылки. Потому что нам, преподавателям, очень интересно, что вы читали, где вы это достали и как вы могли логически свести воедино несколько источников информации. Также я не рекомендую вам брать только лишь одну Википедию. Зачастую я вам вообще не рекомендую брать данный словарь. Если вы берете, пожалуйста, дополняйте еще первоисточниками, дополняйте цитатами, дополняйте первоисходниками. И это будет замечательно, это будет намного лучше, и работа ваша расцениваться будет намного выше, чем та, которая взята просто по первой ссылке из интернет-словаря. Дальше я хочу вам сказать, моя вторая рекомендация, выделяйте тезисы. Главное, репетируйте произношение тезисов вслух, перед собой, самим собой, намного проще делиться своими мыслями, но трудно запутаться в них можно, поэтому если у вас нет тезисов, будет достаточно проблематично даже наедине с самим собой. Если есть уже тезисы, выделены главные мысли, и дальше вы можете строить фразы, выстраивать слова вокруг этих тезисов и уже получить полноценный устный текст. Читать по бумажке – это самое неприятное, что можно делать, готовясь к какому-либо выступлению перед аудиторией, поэтому я вам не рекомендую вообще читать, я рекомендую вам рассказывать, даже если это будет немного коряво, даже если это будет не так гладко и чётко, как написанный текст, прочитать мы всегда успеем. А послушать вас – это наш уникальный опыт, наш послушать, ваш выступить перед своими одногруппниками, перед своими преподавателями и высказать свою осмысленную точку зрения по тому или иному вопросу. Настаиваю, когда готовитесь к занятиям, записывайте тезисы, выписывайте несколько подходящих по смыслу выражений, словосочетаний, опорных слов, и дальше уже строите свою речь устно. Мой третий совет говорит нам о том, что вы займётесь организацией своего рабочего пространства, сделаете приборку на своём столе, а также проведёте ревизию книг и учебников, которые есть у вас. Я вам очень сильно советую записать в алфавитном порядке или в удобном для вас тематическом порядке все книги, учебники, словари, которые есть у вас на данный момент в квартире, в доме, в комнате, где вы готовитесь к своим домашним заданиям. Потому что если вы точно знаете, что у вас есть, вы можете определить, чего у вас нет, зачем нужно сходить в библиотеку, что, может быть, стоило бы купить и иметь всегда под рукой. Вообще книги — это прекрасно, никто с этим не спорит, даже не будем развивать этот тезис дальше. Я вам хочу сказать, что всегда, если вы заинтересовались чем-то, рекомендую вам купить какой-нибудь первоисточник или взять в библиотеке первоисточник. Если вам нравится риторика, определитесь, это будут представители Древней Греции или Древнего Рима, или же это будет софизм или несофизм. Потом, когда-то, может быть, я сделаю вам видео и покажу книги, которые есть у меня по риторике, по основам выступления перед аудиторией, по каким-либо другим курсам. Я хочу вам сказать, что советую, очень рекомендую брать некоторые книги, читать их и готовиться. Может быть, тезисы, афоризмы, которые вам понравились, вы будете запоминать, вы будете лучше их читать, узнавать и все время старайтесь держать их в уме. Тогда это будет вам намного легче, проще, интереснее. И обязательно, если вы не знаете еще, сколько и каких книг есть у вас на книжной полуке, или если они, не дай бог, вообще валяются в раздрозненном виде по всей квартире, пожалуйста, приведите их в один вид и выстроите, исходя из какой-то логики, вам удобной. Теперь я хочу вам дать такую рекомендацию, кажется банальной, но все чаще я вижу, что студенты не выполняют данное правило, которое раньше, конечно же, студенты обязательно имели и в голове, и выполняли. Пишите лекции. Вы знаете, что если мы пишем обычной шариковой ручкой нашей рукой, то задействуются определенные места в нашем мозге, которые говорят нам о том, что мы лучше запоминаем данную информацию. То есть чем больше мы с вами пишем, тем лучше запоминаем. И дальнейшее наше воспроизведение будет намного легче и удобнее, если записали рукой. Если у вас ноутбук есть или планшет, вы печатаете, пожалуйста, вы можете это делать, но я вам не советую. Я советую вам иметь тетрадку, ручку и записывать. Вы знаете, что в 21 веке объявили американцы о болезни века, и это болезнь, связанная с мозгом. Это даже не одна болезнь, а целая серия Альцгеймер, Паркинсон и потеря памяти, отрыв от реальности. Это всё то, что связано у нас с некими отделами нашего мозга, которые атрофируются в настоящее время. Доказано, что если мы будем писать ручкой, писать своей рукой и иметь постоянно какой-то блокнотик для записей, мы будем намного полнее, чётче запоминать и представлять предмет, информацию, которую мы слышим. Мой пятый тезис говорит нам о том, что хорошо бы нам отнестись серьёзно к предмету системный подход для тех студентов, у кого он есть. А у кого нет, нужно стремиться к тому, чтобы научиться систематизировать все свои знания. Я вам хочу сказать, что каждое занятие, которое вы получаете, вы можете освоить в полной мере, если будете записывать и зарисовывать себе схемы, таблицы, диаграммы, если вы будете анализировать информацию. Для гуманитариев, например, это очень трудное задание. Техники и люди с техническим складом ума, с математическим складом ума, они могут структурировать свои знания. Но гуманитариям это очень-очень непросто даётся. Для того, чтобы мы могли тоже развивать свою логику, мы должны записывать в схемах, таблицах, диаграммах, в каких-то процентных соотношениях, рисовать буквально вот эти вот pie charts и различные другие круговые схемы, диаграммы, в столбике, в квадратике, и в различных других геометрических фигурах, для того, чтобы наши знания систематизировались, нам было легче и проще работать с информацией, с тем огромным массивом информации, которая у нас в жизни нашей, нас буквально с одной-другой стороны преследует. Потому что зачастую информация, которую мы получаем на лекциях в нашей жизни, её столько много стало, что всё это бьёт буквально со всех сторон, нам прилетает, и мы уже её не системно воспринимаем, а каким-то хаотичным образом. Это очень плохо сказывается на нашей психике, а также на запоминании, на усвоении всей этой информации. Поэтому я советую вам систематизировать в удобном для вас порядке, в удобных для вас схемах и пользоваться каждой информацией, применяя на практике. Не применили на практике или хотя бы не подумали, как мы можем применить это на практике. Считайте, потерянный день, потерянная лекция, потерянный час разговора, потерянные два часа чтения книги, учебника. Поэтому если мы будем всё систематизировать и применять на практике, конечно же, будет намного лучше. Шестая моя рекомендация, она исходит из пятой, логическое продолжение. Итак, каждая лекция, она должна у нас отображаться в нашей личной жизни. Изучили мы с вами свот-анализ. Каким образом можно применить данные знания на практике? Я думаю, купить ли мне новую помаду или не купить. Начинаю делать свот-анализ. Сильные и слабые стороны данного мероприятия. Возможности и угрозы. Я начинаю понимать, что сегодня у меня, допустим, есть уже 25 помад. И поэтому ещё одна 26-я мне абсолютно не нужна. Но новые сапоги к зимним холодам очень даже пригодились бы. Поэтому помаду мы не покупаем, зимние сапоги мы покупаем. И так во всём. Сегодня я хотела бы пойти в кино, но мне нужно написать 3 эссе, потому что я задолжала на трёх разных предметах домашние задания. Поэтому в кино мы сходим завтра, в свой свободный выходной день. Сегодня мы напишем 3 эссе. И это уже вопрос нашего с вами следующего или одного из следующих видео. Как одолеть творческий кризис, как работать над текстами, как научиться делать задания вовремя, как заставить свою лень уйти, а вдохновение творческое прийти. И не сомневайтесь, что я дам вам некоторые такие рекомендации, ведь не все бывают на моих лекциях. И, конечно же, не все студенты могут получить такую возможность и послушать мой личный опыт преодоления творческого кризиса, работать над текстами, заданиями и так далее. Я вам хочу сказать, что имея большой опыт обучения и большой опыт работы по специальности связи с общественностью и рекламой, я вам хочу сказать, что я, конечно же, помогу всем студентам и всем зрителям моих видео для того, чтобы быть более успешными студентами прежде всего. Ну а дальше, конечно же, вы сможете применять все полученные знания на практике. Если вам интересны мои видео, хочется послушать о чем-то еще, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Да, комментарии действительно скрыты, комментарии действительно после моего одобрения, но это потому, что у нас здесь предполагается все-таки такой двусторонний обмен информацией, серьезный блок, поэтому не спрашивайте меня, почему закрыты, не открыты. Если после моего одобрения я захочу снять видео по вашим вопросам, я, несомненно, это сделаю и какой-то интеллектуальный комментарий обязательно выставлю, открою. Ну, мне просто уже не 15 лет, чтобы выставлять все комментарии и потом отслеживать, да, что это было, для чего это было задано, и таким образом тратить свое время. Поэтому, если интересно, пишите, я все читаю, все буду снимать по мере необходимости, по мере наших с вами рабочих программ, моментов, занятий, и не сомневайтесь, что каждый комментарий, который задан по делу, обязательно получит свой ответ. Все, друзья, всем всего доброго, хорошего дня, хорошего настроения и самочувствия. Пока-пока, из СФУ.